Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Игорь Шефер, я являюсь преселом инженером компании UserGate. В сегодняшнем видео мы рассмотрим новые возможности команды Klee в версии UGOS 7.0.1. То есть для этого мы перейдем в саму Klee, авторизуемся в ней. Соответственно, по команде TAB можем посмотреть дерево команд. На данный момент нас интересует команда Show, что же мы можем в новой версии Klee увидеть. Соответственно, мы можем посмотреть сетевые настройки, также появилась возможность LDP и, соответственно, возможности просмотра трафика. То есть это некий TCP-дамп. Соответственно, начнем сначала. Посмотрим сетевые настройки, что же мы можем все-таки увидеть. Мы можем, соответственно, увидеть ARP-таблицу, соответственно, либо конкретно общую ARP-таблицу, либо конкретного порта, который нас интересует. Ну вот, к примеру, интерфейс. Да, нас интересует конкретно там порт нулевой. Вот, соответственно, видим, какие устройства у нас на порту нулевом. Также, соответственно, можем посмотреть отсюда настройки интерфейсов, как, соответственно, общую информацию вывести. Также мы можем посмотреть по конкретному интерфейсу, который нас интересует. Мы можем посмотреть, например, статистику более подробную, а также мы можем посмотреть и, к примеру, информацию о данном порте. также соответственно есть и интерфейс mapping мы можем посмотреть соответственно все наши mac адреса на всех наших портах далее ну интерфейс mapping мы рассмотрели соответственно мы можем посмотреть также multicast роуту так как у меня на данный момент multicast нету соответственно никакую информацию не увидим мы можем посмотреть на суммаре и мы увидим что ничего нету все по нулям соответственно здесь по multicast можем увидеть каунт саммари филой пи настройки виртуального роутера также можем посмотреть настройки статической мышки за соответственно для этого мы ведем раут соответственно можем здесь увидеть и bgp uspf rip саммари ну так же посмотрим мир саммари можем увидеть роутеры фип таблицы соответственно ip адресация настройки виртуального роутера керна таблиц то есть статические записи внесенные администратором и непосредственно directly connected наши сети соответственно также можем посмотреть отсюда настройки нашей динамической мышки за цидают касаемо bgp то есть статику соседства саммари api настройки виртуального роутера также по spf можем посмотреть настройки интерфейсов статической мышки за ци прописано пусть пифы дистрибьюции виртуальный роутер настройки бордер роутер базу соседства соответственно парит также виртуальные роутеры настройки статусы можем посмотреть по и gmp соответственно интерфейсы статистику виртуальные роутеры настройка групп join источники наш ну и пим соответственно купим мы можем посмотреть интерфейсы статистику виртуальный роутер соседство джонс групп тип rp info secondary state next hop в x-lan группа также у нас появилась возможность пэки трейсинга из консоли соответственно можно создать собственное правило задать необходимые параметры которые нас интересуют к примеру там source ip адрес здесь внешний на ip адрес какой сервис нас интересует и посмотреть как проходят пакеты ну к примеру сейчас мы можем посмотреть именно трейс давайте посмотрим трейс что мы увидим соответственно мы видим что у нас поле полностью пустое то есть у нас сейчас нет никаких пакетов потому что у нас не задано никакое правило для этого соответственно нам нужно создать некое правило но к примеру рассмотрим да некий кейс к примеру у нас есть некая локальная машина с ip адресом 200 200 205 и нас интересуют к примеру все пакеты которые уходят там на cloud fly например 4 единицы интересуют например все сервисы по tcp для этого соответственно мы можем создать некое правило для того чтобы посмотреть как уходят эти пакеты для этого соответственно мы перейдем в режим конфигурации далее также из этого режима кстати можно посмотреть более детальные более детальную информацию то есть из-за режима конфигурации открывается уже соответственно просмотр как библиотек настроек пользователей на торг полисе и соответственно security полисе у нас сейчас касаемо именно интересует пакет трейсинг для этого мы соответственно создадим правило create network трейс рули и зададим ему к примеру некое имя скажем трейс один далее зададим параметр от какой машины и куда нас интересует какой трафик нас интересует но к примеру source ip адрес нас интересуют тут наши локальные машины есть локальная машина 200 205 до нашего код фларе 4 единицы соответственно дальше что мы можем задать мы можем задать сервис к примеру также можем посмотреть какие сервисы нам доступны то есть соответственно при помощи команды tab выводится список всех сервисов но нас к примеру интересует anytcp да вот соответственно вот видим anytcp далее соответственно мы включим данное правило он соответственно данное правило нас включено мы можем посмотреть появилось ли наше правило именно в режиме конфигурации мы можем посмотреть именно trace rules соответственно видим что у нас появилась trace 1 мы введем trace 1 то есть мы можем посмотреть как конкретно правило которое мы создали таксо ты сможем и посмотреть сразу одновременно все правила которые у нас есть но вот соответственно мы видим что у нас есть всего лишь одно правила для этого соответственно даже не выходя из режима конфигурации мы можем здесь же также в режиме конфигурации посмотреть именно наш пакет racing то есть ведем шоу network дальше соответственно мы введем команду trace и смотрим соответственно у нас пока нету никаких запросов нет никаких пакетов для того чтобы у нас появился здесь чтобы у нас здесь появились пакеты нам нужно отправить какой-нибудь запрос на наш код флари 4 единицы для этого соответственно перейдем на нашу машину локальную то есть так авторизуемся соответственно можем посмотреть о том что у нас локальная машина настроена вот видим наш айпи адрес 200 200 205 source айпи которым мы указывали соответственно ну отправим какой-нибудь запрос на код флари вот соответственно код флари нас открылся перейдем сюда и здесь соответственно вот в правиле трейс рулес сейчас его пакет racing мы видим соответственно все наши пакеты которые пошли вся подробная информация то есть мы видим source айпи мы видим соответственно destination айпи наш сервис tcp порт 0 и соответственно по 4 43 протокола далее что мы еще можем посмотреть давайте перейдем первоначальный режим посмотрим настройки лоди пи то есть здесь также можем посмотреть статистику соседства так как соответственно лоди пи у меня не включен он никакую информацию не вывезет можем посмотреть вот 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 Вот, соответственно, видим все наши пакеты, которые уходят на CloudFlare. Здесь мы, соответственно, можем видеть все наши параметры, которые мы задали. Вот, соответственно, и плюс дополнительная информация о том, что мы видим источник порта и видим, соответственно, destination-порт. И наш сервис. Вот, соответственно, Soros IP у нас DC-DC-205 и наш destination-IP CloudFlare 4 единицы. Соответственно, что мы можем еще посмотреть? Выйдем из режима конфигурации, зайдем, соответственно, непривилегированный режим. Здесь также есть настройки LDP. Можем посмотреть статистику и можем посмотреть соседство. Так как у меня сейчас на данный момент LDP не включен, соответственно, мы ничего не увидим. Потому что он не включен, на это он и ругается. Соответственно, мы также можем посмотреть, соответственно, сделать некий TCP-дамп конкретных наших сессий. То есть, на данный момент, например, мы можем посмотреть connection. То есть, либо задать некие параметры, такие как source-IP, destination-IP, либо, соответственно, все наши сессии. То есть, на данный момент видим вот наши сессии. Если интересуют какие-то определенные узкие параметры, то есть, мы можем задать source-IP, ввести IP-адрес. Ну, к примеру, ну, 200-205 у нас есть. Давайте destination-IP. Касаемо 4 единицы. Вот, соответственно, видим все, что касаемо CloudFlare, все наши сессии. Также мы можем посмотреть и flows. Касаемо, к примеру, какого-нибудь интерфейса. Ну, вот, нас интересует там порт нулевой. Соответственно, вот, видим всю более подробную информацию. Ну, можно более узко настраивать под конкретные параметры, что конкретно интересует. Коллеги, на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Переходите на наш канал. У нас там различные видео. Все, собственно. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова